слушайте этот черный селезень уже минут пять наверное я за ним наблюдаю да он вот так увлеченную водичку пьет и так смотрю со стороны на него большой он все-таки вырос ну конечно уже все-таки почти полгода им знаете хотела я его убирать а сейчас смотрю на него и думаю может не стоит может подождать посмотреть как будет работать мой серый селезень если что заменить его вот этим селезнем я же еще не знаю как он будет работать серый он сидит в курятнике на носисте успешненько хочу вам сказать сидит вчера я их перенесла уток четыре уточки и селезень живут теперь мне курятники но я сейчас туда заходить не буду я хочу посмотреть друзья что делается здесь у меня а здесь что мне делается каштан сидит охраняет уточку которая сидит гнездышко гнездышки да уточка когда будут яйца это уточка темненькая у меня постоянно сидит в гнезде но все-все я не буду тормошить где сидимая девах ладно иду я иду не буду пугать не буду пусть сидит а то сейчас вылезет но в общем уточка постоянно там сидит делаю вывод что скоро будут яйца будут будут яйца именно от этой уточки черненькой и уже третий год опыт у нее есть два года они нам не уже сносит яйца и выводит утят смотрите как селезень уже пытается обхаживать уточек маленьких он как у нас и большой да все-таки большой каштан не зря его гоняет у него скорее всего уже проснулся аппетит уже стали ему уточки нравится стал им внимание уделять он стал опасным конкурентом для каштана в этом утятнике я оставила четверых уток для каштана этот селезень остался у меня пока мисс в резерве посмотрю посмотрю чтобы не делать убирать не убирать убирать любом случае я планировала но через недельку хотя бы через две может быть но сейчас вот смотрю на него до любуюсь как он у меня красавец вымахал и думаю что все таки наверное подожду и потом приму решение для себя чистенький друзья я сегодня взяла уже третье яйцо третье ну взяла не я конечно сережка мой но факт тому что три яйца гусиных уже имеем несется гусыня новенькая которую я приобрела с другого хозяйства вот она мне и несется несется через день первое яйцо снесла 14 февраля сегодня 18 вот и считаете уже третье яйцо сегодня и что хочу отметить каждое снесенное яйцо на 3 грамма тяжелее первое яйцо весело 117 грамм второе яйцо весело 120 и третье яйцо 123 грамм вот так вот такие вот дела интересно четвертое яйцо с каким весом будет еще на 3 грамм будет еще на 3 грамм больше в общем к десятому яйцу будет на 30 грамм яйцо тяжелее посмотрим ну и так пока только одна гусынь ко мне несется три яйца собрала такие вот дела воробьи воробьи воруют корм неужели жрут вот такое пшеница ячмень здесь кормушки кукурузки пока нет вернее она у меня есть но я им не даю сейчас так давайте посмотрим что тут делается очередь на снесение яйца до сушки такие они у меня все-таки красивенькие хорошенькие курюхи до после леньки они все красивые становятся так курюх чё там кто-то есть нет тут еще ничего не понятно вроде ничего нет пока пока только проверяет слушайте ворой шат мне тут всю солому нельзя подсыпать им солом они и постоянно вытягивают из гнезда сегодня проверила эти гнезда думаю туда курица залезла какая-то и снесла там чего-нибудь вроде ничего нету авто я не стала туда залазить может надо может стоит еще здесь здесь ничего нету но солому вытягивают вся разбойники утки сидят на этой территории курятника боятся пройти дальше вот они себе тут примастились на этом участке вольера живут здесь второй день кастрюля с водой у них стоит кормушечка кормушечка пустая благодаря конечно курюхом сегодня я прежде чем выпустить курс курятника я накормила уток своих насыпаем кормы а потом выпустила уже кур и то что утки не успели до есть куры успешно доклевали но я не видела всего этого но я так думаю что это все так и произошло так мне надо друзья выгнать голубей паразиты когда я вижу что гуси не кушают кормушки я вот эти кормушки вот забираю вот видите без стыда без совести без зазрения совести кушают корм ой я не могу достать я не могу достать все достал вот они знают что здесь кормятся гуси прилетают и съедают весь корм так и я поэтому стараюсь забирать кормушки когда я вижу что гуси уже не кушают но потом опять их выставляете кормушки чтобы гуси покушали но смысл оставлять голуби все сидят а я подумаю что это селе гуси до буду считать что гуси у него накормлены и сыты и довольные а гуси будут наоборот голодные курица проворная ты чё пошла воровать корм иди гуляй иди это не для тебя давай 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 вперед иди в огород а то сейчас пойдешь на курятник быстро иди в курятник иди в курятник давай 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 это курочка несется ну ладно пусть поворот там немножечко корма много нанесет пусть поворот так друзья курюхи мы сидят в гнездах и я уже не знаю что делать с этой поилкой они переворачивают переворачивают эту кастрюляку с водой но это какой-то трындец просто-напросто уже обложила кирпичами в два слоя и тут болото ну дождь у нас поэтому обложила кирпичами в два этажа вот этот кирпич вот этот кирпич был вот здесь вот таким образом вот так то есть кастрюля не должна по идее было перевернуться все равно перевернулась воду разливают вовнутрь поставить кирпичи ставила уже и вовнутрь кирпичи ну помещается мало воды ну что наверно придется все-таки вовнутрь поставить до и вторую кастрюляку им выставить господи шуш делать может быть поставить кастрюльку рядом с поддоном и с одной стороны будут будет держать поддон удерживать кастрюлю да чтоб она не перевернулась с другой стороны кирпичами обложить в общем кошмар какой-то курицы не столько выпивает сколько разливает что не клюешь ну наливаю же полную кастрюлю они еще по идее не должны были выпить эту воду нельзя так нельзя корочки вот своими лапенциями становятся на кастрюлю да и разливают эту воду прокидывают ой боже мой вот надо выдумывать теперь что делать раньше такого не было сейчас решили все прокидывать а не было почему потому что когда здесь не было поддонов кастрюля стояла на земле на земле она немного впечатывается в землю плюс еще кирпичами обкладывается кастрюлька и она стоит более устойчиво здесь она стоит на досках ее легко перевернуть ну что курица хочет пить а воды нету но мне это не нравится зря вода уходит зря вода выливается перерасход воды и куры не получает того что надо сейчас буду что-то придумывать ну что поставлю вовнутрь кирпич что делать сейчас что-то буду делать нельзя же так чтобы они сидели без воды так друзья на втором этаже сидит черненькая курочка на первом этаже сидит беленькая курочка но не буду я их трогать пусть сидят чтоб я их не спугнула вот она черненькая курочка друзья что хочу сказать у нас прогресс в нашем курином хозяйстве вчера взяла 12 яиц представляете двенадцать кур и старушки одно вчера только дали но ничего страшного они мне тоже дают уже по 4 яичка в день 432 вчера одно почему-то но я была очень рада когда я здесь взяла с этого курятника тринадцать яиц представляете заглянула в гнездо а там на одном этаже куча яиц на другом этаже куча яиц боже что им будет сначала думаю 10 похоже что по 6 12 потом все три опа 7 и 5 вот так у меня лежали яйца на одном этаже 7 на другом этаже 5 12 яичи разнесли представляете а до этого 8 яиц два дня подряд сносили вышли на 12 яиц в день представляете какие хорошие мои курочки молодцы связано наверное уже и с потеплением да что приближается весна март месяц февраль у нас теплый обещали нам морозы минус 12 но их уже нету уже максимум минус один ночью вот так ну в общем друзья видать приближается весна курочки чувствуют а может быть они дошли до этого состояния благодаря диете благодаря моему кормлению такому до содержанию уличному в общем куры подумали подумали и решили для себя что пора нести яйца иначе хозяйка отправит суп до курёхе или вы ничего не подумали ну в любом случае курочки захотели нести яйца ну вот так друзья такими темпами яйциновскости я буду собирать яйца намного быстрее на инкубатор у меня собирается яйца 4 дня я собираю и у меня уже 43 яйца собралось вот такие вот дела еще пару дней пособираю и у меня будет собрано количество на коробочку большую с двумя лампочками я не хочу маленькую коробочку ставится на лампочка я буду ставить большую так как у меня деревянный ящик заняты на данный момент 15 день инкубации друзья еще же надо подождать 5-6 дней пока начнут вылупляться цыплятки деревянный ящик заняты а яйца у меня уже собираются быстрее поэтому я уже себе подобрала деревянную коробочку лампочки мне есть и подключу коробочку картонную под двумя лампочками буду инкубировать друзья ну а когда у меня освободится деревянный ящик я буду собирать естественно уже на деревянный ящик я не останавливаюсь друзья я собираю яйцо на инкубацию в этом году я решила для себя что я буду выводить цыплят и продавать дай бог чтоб они вылуплялись были здоровыми и чтобы у меня был большой процент вывода цыплят я хочу вернуть все то что куры мне не додали понимаете в зимнее время то есть плохая яйценоскость кур зимой мне как-то знаете обошлась то есть я их кормила курочек неплохо так кормила вкладывалась них куры мне несли мало яиц то есть я теряла деньги финансовые затраты у меня были то есть я несла убытки по содержанию своих курочек они мне прибыли не принесли в зимнее время я могла яйца продавать и не и неплохо продавать понимаете учитывая что яйца зимой были дорогие сейчас они немножко уже дешевеют у нас были дорогие яйца я могла брать деньги за эти яйца но куры мы не хотели нестись мало нести яиц так вот о чем я говорю я хочу сейчас брать яйцо на инкубацию выводить цыплят и продавать и немножечко вернуть себе те денежные затраты до которые я внесла содержание моих курочек то есть вернуть все то что мне куры не додали в зимний период времени каких-то цыплят естественно обязательно я себе ставлю но первым делом я их продаю сейчас февраль месяц и есть у меня еще время для того чтобы для себя вывести сначала даю объявление о продаже то что не продастся останется для меня в любом случае можно будет если не суточного цыпленка продать то недельного месячного там ну и так далее да вот просто опять же надо их содержать этих цыплят это тоже время тоже наши труды старания кормления это все стоит времени лучше суточных цыплят конечно продавать вот поэтому я решила для себя я закладываю инкубаторы и вывожу друзья цыплят потому что если цыплят я не выведу и не продам в этом году то курочки мне знаете как обходится все-таки дороговато как серёжа мне говорит золотые яйца несут куры это о чем говорит о том что кормишь 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 много вкладываешься в результате на нуле а то и в минусе по содержанию то есть много вкладываешь гуськи кричат я отключаюсь на это время много вкладываешься многое тратишь сил времени на содержание курочек а хочется все-таки что-то иметь с этого ну все пошли кукарекать прям по времени да пошли кукарекать не вот такие вот друзья дела что что еще не рассказала уйду я отсюда был петух решил кукарекать налью им сейчас воды я отошла подальше от курятника бо петухи начали мы один за другим петь песни пришла сюда распевки начались уточка еще сидит у меня здесь гнездышки он моська выглядывает вон она красотка интересно будут яйца много да ну вот жду когда еще уточки занесутся и все друзья будет полностью открытый у меня инкубационный сезон утиных яиц гусиных яиц и куриных яиц так что так куриные яйца идут полным ходом инкубирую я друзья уже третья инкубация 15 день осталось еще немножечко подождать и будут у нас цыплятки осмелел черненький селезень слушайте а те утята вот там сидят заснули мертвое царство там заснули сидят замерзшие там гуськи тоже сейчас отдыхает вот этот мой гусь прямо клювы как боялся так и боится того гуся лидера но немножечко у него смелости больше появилась мне так кажется все друзья пока мисс прощаюсь с вами он они отдыхают путь ки всем хорошего дня хорошего настроения до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...